Это Белас. Его высота более 7 метров, максимальная мощность 3500 лошадиных сил, а при полной нагрузке его масса превышает 500 тонн и он способен сдвинуть дом. А это арабский гиперкар Devil 16 и его максимальная мощность еще больше 5000 лошадиных сил, но при этом его снаряженная масса чуть больше двух тонн и наверняка он тоже способен сдвинуть дом. Продолжение следует... Это тип, который имел футуристичный дизайн, заявление мощности в 5000 лошадиных сил, снаряженную массу 2 тонны 300 килограмм и самое невероятное, максимальную скорость от него заявляли более 500 километров в час. Разумеется, в это мало кто мог поверить и все думали, что он вообще навряд ли когда-либо поедет. Но разработка продолжилась. Двигателем занялась американская компания Стива Морриса, которая занимается разработкой мощнейших двигателей и турбонагнетателей для драгстеров. И в 2015 году мы увидели первый замер этого уникального двигателя V16, объем которого составляет 12,3 литра. И тогда он показал максимальную мощность 4500 лошадиных сил. Вы наверняка задались вопросом, почему не заявленные 5000 лошадиных сил? Да просто потому, что данный стенд не приспособен для больших замеров, поэтому его мощность уже тогда достигала 5000 лошадиных сил. Но скептический настрой, что это вообще когда-либо поедет, все еще оставался. Как доработки кузова и аэродинамики, а также разработки подвески, подключилась итальянская компания Манифатура автомобили Торино, которые ранее участвовали в разработке самого быстрого автомобиля на трассе Нюрнбург-Ринг SCG-003C. После всех этих доработок, в 2017 году на международном автошоу в Дубае была представлена уже, так скажем, серийная версия Devil's 16. Дизайн претерпел большие изменения, линии у автомобиля стали плавными, появились активные элементы аэродинамики, но и остались такие футуристичные элементы, как выхлопная система в виде двух огромных турбин и, естественно, сумасшедший интерьер, который до сих пор выглядит максимально странно. Под капотом также остался V16 с четырьмя турбинами, причем каждая турбина имеет диаметр 81 мм, и, соответственно, осталась максимальная мощность в 5007 лошадиных сил. Но теперь и заявляет от него невероятный разгон до 100 км в час, 1,8 секунды. Вдобавок стало известно еще двух менее мощных версиях с V8 на 2000 и 3000 лошадиных сил. Но только сейчас, в 2018 году, появились первые видео, где этот автомобиль способен ехать и даже разгоняться. А по ощущениям, даже на видео, где задействовано всего 20% максимальной мощности, он делает это достаточно быстро. Цель этого гиперкара сделать прорыв, как когда-то это сделали Бугатти со своим Бугатти Верон. И теперь можно сказать, что скептицизма к данному гиперкару становится все меньше, и вполне возможно, это будет действительно новый прорыв для автомобилей с ДВС. Но остается все равно очень много вопросов. Какой действительно получится ресурс? Как это все будет охлаждаться? Какая резина будет использоваться? И когда представят уже что-то более-менее существенное, чем видео с выставок? С вами был канал Биглук Авто. Мы обязательно продолжим следить за судьбой Дэвил Сэкстин и другими уникальными проектами автомобильного мира. Если тебе это интересно, обязательно подписывайся на канал. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok